Как стало известно, всего проголосовало 228 тысяч человек. 155 тысяч это сделали очно на участках. Остальные отдавали голоса в течение недели в электронном варианте. И переходим сразу к другой теме. Предстоящая застройка территории речного вокзала сейчас одна из главных тем, обсуждаемых в Барнауле. В связи с этим у общественников и журналистов возникают вопросы. Например, в каком состоянии находится сейчас здание речпорта и когда начнут демонтаж? Зачем там уже сейчас что-то копают? Что будет с уникальной флорентийской мозаикой? И самое важное, будет ли у барнаульцев доступ к обновленной набережной или на ее месте появится элитный закрытый двор с выходом на ОПИ? На эти и другие вопросы ответил Надар Шония, гендиректор компании «Застройщика». Много разговора ведет о том, что здание какое-то там историческое или еще что-то там ценность какую-то имеет. Я, как вы знаете, приобрел это здание буквально там полгода тому назад. Все, что здесь было сделано, это было сделано до меня. Как речпорт, оно уже давно не существует. Речпорт, мы отсюда даже можем увидеть, перенесли на ту сторону и там же организовано зал ожидания и там же билеты, где люди могут покупать и так далее. Что касается самого здания, мы сюда приглашали из института проектирования. Здание находится в неудовлетворительном состоянии, в полуаварийном состоянии, поэтому вообще-то в любое здание имеет свой срок износа. Я сейчас не буду говорить здесь о конкретных каких-то сроках, но в целом сегодня здание находится что в конструктивной части, что в состоянии внутренних и наружных интерьерных вещей, оно в таком плачевном состоянии находится, я бы сказал. На сегодняшний день мы приступили уже и взяли образцы грунтов на глубине до 80 метров и образцы грунтов переданы сегодня в лабораторию в Москву. С точки зрения безопасности, чтобы исследования были проведены для того, чтобы понять, какой высоты здания здесь может быть в принципе вообще построено. Снос будет осуществляться двумя этапами. Мы сейчас разрабатываем проект демонтажа, для чего мы на два этапа разбили. На сегодняшний день нам необходимо продолжить исследование грунтов уже непосредственно вот в этой части, где это здание стоит. А вторым этапом мы уже будем демонтировать основной корпус. Это, наверное, ориентировочно там где-то август-сентябрь. Много разговоров в городе и в прессе появляется о том, что будет с мозаикой, что выкинут на улицу и так далее. Но мы, в свою очередь, обменялись писем с культурой краевым. На сегодняшний день есть понимание о том, что эта мозаика будет демонтирована нами и будет передана культуре Алтайского края. Мы внимательно тоже следим над тем, что сегодня город проектирует по набережной. Мы, когда город закончит проектирование, мы однозначно тот проект, который будет реализовываться, мы берем во внимание. Для того, чтобы впоследствии вот это наша часть набережная, оно было соединено правильно там со всеми пониманиями концепции, там архитектуры и так далее. Соединено с набережной, которая город с той стороны в эту сторону движется. Как люди будут попадать на набережную. Мы сейчас проработали генплан. Мы сейчас какой высоты зданий и так далее, конкретной концепции утвержденной нету. Но у нас есть понимание, как люди, приезжая на общественном транспорте, как они могут попадать на набережную. Люди, которые на своем транспорте тоже будут приезжать, как они будут попадать. Вот это все мы основательно разъясним и мы будем размещать для того, чтобы люди видели, что мы все-таки думаем о людях. В итоге речное судоходство в Барнауле останется, у горожан будет свободный доступ к обновленной набережной, а мозаика переедет в новое место. Какое решат чиновники. Кстати, кроме прочего, гендиректор-застройщик рассказал, что мнения ведущих городских архитекторов и общественников будут учитывать при разработке проекта.